Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о послании святого апостола Павла к Ефесянам. И сегодня мы читаем пятую главу. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении жертву Богу, в богоухание приятное. Апостол призывает нас подражать Богу, как чадо возлюбленное. Ну, дети, естественно, подражают Отцу. Это, само собой разумеется, и иногда это очень забавно, когда маленький ребенок, он серьезным видом произносит какие-то словечки, которые в местном устах взрослого человека. И если отец человек добродетельный, то это видно и в детях, они склонны ему подражать. Но мы, как апостол говорит, чадо возлюбленное Бога, который есть первоисточник и первопричина всей любви, и милости, и благости, и истины, и красоты. И апостол говорит, вы теперь возлюбленное чадо Бога, вы теперь живете в его семье, вы должны подражать ему и жить в любви, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении жертву Богу, в богоухание приятное. И, конечно, это нелегко, потому что мы постоянно имеем вот этот внутренний конфликт, когда постоянно выскакивает наша греховная природа и говорит, а вот они, а вот какие-то другие люди повели себя неправильно, и меня раздражили, и меня возмутили. Но мы должны постоянно перенастраиваться, как вот раньше приемники, которые искали волну, мы должны постоянно перенастраиваться на волну Святого Духа и жить в любви, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении жертву Богу, в богоухание приятное. Абуд и всякая нечистота и любостяжания не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Так же сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ибо знайте, что никакой будник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Апостол еще раз побуждает нас удаляться от Будды и всякой нечистоты и любостяжания. Это то, чем нас постоянно бомбит мир, то, чем мы постоянно, ну буквально атмосфера, которой мы вынуждены дышать, две самые большие страсти, которые мы постоянно видим на всех экранах, это Будда и любостяжание. Что человеку навязывают стремление к удовольствиям и стремление к деньгам. Есть такой философ и психолог Виктор Франкл, он не христианин, он просто опытный психолог. Он говорит, он еще давно это достаточно писал, что реклама и вся окружающая массовая культура буквально принуждает человека стремиться к сексуальности, причем в максимально бесчеловечном и обезличенном обличье. И он как, вот именно как психолог, он говорит, что это разрушительно, это разрушает человека как личность, это делает его несчастным и это, пересказывая слова, просто бессовестные люди на этом деньги заводят. Но это вредно, это разрушительно, это манипуляция человеческими страстями, от которых благоразумный человек должен удаляться. И не должны даже именоваться у вас как прилично святым, потому что вот это разрушение, вот это неправильное отношение к человеческой жизни, неправильное отношение к семье, к отношению между полами, оно начинается, конечно же, со слов. И мы должны удаляться, просто держаться подальше от всего этого. Также сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Конечно, бывают и добрые какие-то шутки, которые могут человека ободрить и поддержать, и это нормально, но бывает такое смехотворство недоброе, когда на кого-то показывают пальцем и его высмеивают, когда такая ядовитая ирония, которая служит очевидным выражением ненависти. И такой иронии очень много, вообще не очень много можно ее видеть в интернете, и ее важно избегать. Я сам склонен к тому, чтобы впадать в иронию, к тому, чтобы иронизировать, но это неправильно во всех отношениях. Помню, как-то я даже слушал лекцию об ораторском искусстве, и люди, которые лекцию читали, они говорили, что иронии следует избегать. Ну, разве что вы можете иронизировать перед аудиторией, которая вас заведомо поддерживает, а вот аудиторию, которая вас не поддерживает, там ирония будет производить ужасное впечатление. Иронизировать не надо, это будет восприниматься как такой злой, враждебный смех, и это только оттолкнет людей. А напротив, благодарение. То есть, мы должны вместо этого благодарить Бога. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый любостяжатель, который есть и довослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. То есть, человек может себя обманывать, он может считать, что все в порядке, я благочестивый человек, но если он при этом блудник или нечистый любостяжатель, то, увы. И апостол предостерегает, он говорит, что подлинная вера, она проявляется в определенных переменах в жизни человека. И человек удаляется от греха, если он блудил или воровал, или совершал еще какие-то злые аморальные поступки, он должен это оставить для того, чтобы быть христианином. Нельзя быть христианином и оставаться во грехе. Италия, он продолжает, «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Никто да не обольщает вас пустыми словами. Речь, очевидно, идет о каких-то уже учителях, и не только религиозных уже учителях, но и каких-то обольстителях, которые могут побуждать христиан к греху. «Ибо за это гнев Божий идет на сынов противления. Не будьте сообщниками их». И далее апостолы еще раз указывают нам на нашу новую идентичность. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Мы теперь чадо света. И мы должны действовать исходя из этого. Такова реальность о нас. Мы теперь другие. Мы теперь чадо света. Это мы не принадлежим к этому языческому миру, который исцелевает. Мы принадлежим к Церкви Христовой. «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Святой Дух нас наставляет на благость, праведность, истину. И мы должны видеть, что является плодом Духа, а что нет. «Испытывайте, что Бога угодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Ибо все делающееся явным свет есть». Апостол предостерегает от того, чтобы мы вели двойную жизнь, чтобы мы были снаружи христианами, но что-то делали тайно. Вот у себя там с заборчиком совершали какие-то грехи. Все это обнаружится. «Посему сказано, встань, спящий, воскресенье из мертвых, и светит тебя Христос». «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Апостол нас призывает к рассудительности. Мы должны думать с головой. Мы должны хорошо обдумывать наши поступки. Мы не должны плыть по течению. Течение это течет, оно совсем не туда, куда бы мы хотели попасть. Мы должны быть рассудительны. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Нельзя сказать, что Священное Писание воспрещает употребление алкоголя. Такого запрета однозначного нет, но много раз предостерегает против пьянства. Я знаю, что есть многие богочестивые христиане, которые просто решили вина не пить вообще. Ну, естественно, кроме литургического, собственно, контекста, а вот где-то в застольях не участвовать, вина не пить вообще, для того, чтобы удалиться от греха как можно дальше, и для того, чтобы никому не подавать плохого примера. Потому что есть люди, которые страдают алкоголизмом, для которых просто то, что человек у них на глазах пьет вино или какое-то спиртное, может быть невыносимым соблазном. Ну, а просто говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, потому что от вина, от каких-то застолий происходит действительно распутство, от разных корпоративов там происходят служебные романы, что большая бывает беда для семьи. Апостол говорит, нет, не упивайтесь, но исполняйтесь духом. Для чего человек пьет вино? Он хочет утешиться, хочет развеселиться. Ему уныло, ему печально. Беседуя как-то с одним человеком, он говорил, что, ну как, вот вечером так вообще тоскливо, уныло, печально, выпьешь две бутылки пива, оно как-то и легче. Но у христиан есть другой источник радости и утешения. У христиан есть святой дух. Исполняйтесь духом. Назидая самих себя псалмами и слаословиями, и песнопениями духовными, «Пояй и воспивай в сердцах вашего Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». То есть христиане должны молиться и воспевать Бога, в этом искать себе радости и утешения, а не в спиртном. И далее апостол дает наставление относительно жизни христианской семьи. Он нас предостерег, чтобы мы тщательно удалялись от разврата, от всякой нечистоты. А далее он указывает нам на правильную семейную жизнь. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос, глава церкви, и он есть спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». То есть мы все должны повиноваться друг другу в страхе Божьем, и жены должны повиноваться мужьям. И далее он говорит, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». И вот тут важно отметить определенный момент. Библия требует от жены повиноваться мужу. И я не думаю, что это вот отражение просто патриархальной эпохи, где считалось, вот было общепринято, считалось само собой разумеющимся, что жена должна повиноваться мужу, и апостолы просто это повторяют, как сейчас некоторые говорят. Нет, это именно Божий замысл, потому что жена рождает, вынашивает детей, заботится о них, и она не может посвящать столько времени и усилий тому, чтобы на хлеб зарабатывать. И поэтому муж обязан о ней заботиться. Но поскольку он обязан о ней заботиться, она обязана ему повиноваться, потому что нельзя заботиться о том, кто если не повиновится, так не получится просто. У семьи есть определенная структура, у нее есть глава муж. Но важно отметить еще что. Бывает так, что некоторые мужья ухватываются за эти слова Писания, за другие подобные, и говорят, вот, давай повинуйся там, жена должна повиноваться. Да, она должна повиноваться, но еще более важная обязанность возлагается на мужа. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». То есть, любовь мужа по отношению к жене должна быть подобна любви Христа по отношению к церкви. То есть, должна быть настолько жертвенная любовь. И это повиновение, которое оказывает жена, оно существует в контексте вот этой жертвенной любви. То есть, бывает так, что человек требует себе повиновения просто из чистого эгоизма. Ему хочется, чтобы вот вокруг него бегали. Но апостол этого не поощряет ни в малейшей степени. Он говорит, что муж должен любить свою жену, как Христос любит церковь. «И предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящие свою жену, любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его. Посему оставить человек отца своего и мать и прилепиться к жене своей будут двое, одна плоть. Тайна себя велика, я говорю, по отношению к Христу и Церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». То есть апостол здесь показывает мистическую, таинственную сторону брака. Брак – это не гражданский договор. Брак – это не просто реализация наших естественных биологических склонностей. Брак – это отражение отношений Бога и творения. Еще в Ветхом Завете мы видим, как Бог сравнивает свои отношения с народом Божиим, с браком. И вот брак, как его замыслил Бог, он предполагает полную взаимную преданность. Муж должен заботиться о жене, как Христос заботится о Церкви. Я помню одну из проповедей патриарха Кирилла, где он вспоминает, как во время его служения еще в будущее гипископом, к нему пришла пара, молодой человек и девушка, и они хотели обвенчаться в Церкви. И что-то его побудило спросить у этого молодого человека, ну вот смотрите, всякое случается в этой жизни. Вот представьте себе, что через неделю после свадьбы ваша супруга попадает в автокатастрофу или заболевает какой-то страшной болезнью, и всю оставшуюся жизнь вы должны за ней ухаживать. Она не может работать, она не может жить супружеской жизнью, вы останетесь с ней. И к нему эта пара больше не пришла. Но требование христианского брака, оно предполагает вот именно это. Люди вступают в брак не для того, чтобы удовлетворить свои нужды, но точно так же, как Христос приходит в Церкви не для того, чтобы какие-то свои нужды удовлетворить, у него их нет, собственно, а для того, чтобы послушать и душу свою отдать, так и муж должен заботиться о жене не для того, чтобы удовлетворить свои нужды, но для того, чтобы проявлять любовь и заботу, подобную любви и заботе Христа. И апостол говорит о величии этого, о том, что вот в браке христианский супруг должен нести на себе семью и должен заботиться о семье, хотя это может быть ему трудно. Людям вообще трудно переносить друг друга. Но апостол говорит, что в этом отношении христианский супруг должен подражать Иисусу Христу, что он оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, будут двое-одноплоть. Это третье место, где цитируется в Писании. Это в книге Бытия сказано в рассказе о сотворении первых людей. Это Христос цитирует это место Писания, когда он воспрещает развод. И апостол Павел говорит об этом применительно к браку. Брак это то место, которое является образом Божьей любви. Это то место, где христианин особенно должен внимателен быть к своему служению. И апостол это подчеркивает. Каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. Жена добоится, то есть допочитает своего мужа. И понятно, что это всегда требования, обращенные ко... Все требования Библии требования, обращенные ко мне. То есть, да, бывает большой соблазн использовать Библию для давления на других. Вот тут в Библии написано, что ты должна меня слушаться. А она соответственно... А вот тут в Библии написано, что ты должен заботиться обо мне, как Христос, о церкви. Но мы не можем ожидать совершенства от других людей. Они всегда будут несовершенны. Мы должны стремиться к совершенству сами. И далее апостол продолжает о том, как должны вести себя христиане. Это уже шестая глава. Продолжение следует...